Подождите, какие таблетки? Рак? Таблетками лечить? Даже используя капустные листы со свеклой и соду, ничего мне не помогло. Хватит лазить в интернете, займись собой, расслабься, доверься врачу и спокойно проходи гормонотерапию. Глаза расширились, говорю, да, вы тоже болели? Я говорю, да, я вылечилась, представляете. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Ольга Лушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас гости из Ростова-на-Дону, Ирина Николаева. Привет, Ирина. Привет, Оля. Мы с тобой познакомились на встрече лидеров фонга сообщества. А я еще слышала о тебе до нашей встречи. И мне говорили, что у тебя какой-то сногсшибательный, интереснейший проект, называется «Ловлю эмоции». Что это за проект? Это движение онкопозитивных девушек «Ловлю эмоции». Это движение объединяет девушек смелых, сильных, которые столкнулись с онкологией, и которые при этом открыто говорят о своем диагнозе и вместе радуются жизни. А в чем он заключается, этот проект? Что вы делаете в движении? Какие мероприятия проводите? Ну, во-первых, суть этого проекта заключается в том, что мы не говорим о лечении, о лекарствах, не обсуждаем врачей, не критикуем медицину. Мы только общаемся на темы, которые доставляют нам удовольствие, вызывают улыбки на лице и дарят нам положительные эмоции. Это такие темы, как путешествия, спорт, отношения, книги. В общем, все помимо лечения. Потому что лечение мы и так можем обсуждать в медицинских учреждениях, в семьях. Как ни крути, мы это говорим, обсуждаем. Поэтому наше движение создано для того, чтобы отвлечься от наших насущных ситуаций, проблем. И мы хотим только радоваться и улыбаться. Ну, правильный, наверное, правильный подход для тех, кто болен, чтобы не концентрироваться на мысли о болезни, жить полноценной жизнью. Ну, а что, какие мероприятия в рамках этого проекта? Да, мы упор делаем больше не на общение в WhatsApp-группах, а на встречах, на мероприятиях. То есть мы проводим мероприятия благодаря нашим партнерам в рамках проекта «Дарья эмоции». Это я могу позже рассказать об этом проекте. Мы на наши мероприятия разделили на несколько направлений. Это «Релакс Дэй», «Моушн Дэй», «Креатив Дэй» и «Бьюти Дэй». Это направления, к которым относятся мероприятия. Ну, к примеру, если «Релакс Дэй», то это может быть, не может быть, а так оно и есть. У нас проходит онлайн-медитация, йога. К этому уже можно отнести чайную церемонию. В общем, все то, что расслабляет, и где девушки могут получить релакс, ну и, соответственно, положительные эмоции от этого. Следующее направление. Да, «Бьюти Дэй» – это все то, что… ну, любые мероприятия, мастер-классы, которые позволяют подчеркнуть красоту девушки. Да, это обучение макияжу, это походы в салоны красоты для того, чтобы стрижку сделать, либо брови, коррекцию бровей, фейс-фитнес и так далее. В общем, все, что связано с красотой. Ну, «Креатив Дэй» – это творческие занятия, мастер-классы, кулинарные мастер-классы. В общем, все то, что делается руками, и также получаем от этого положительные эмоции. Помимо этих направлений у нас еще проводятся вечеринки, это байк-пати. Вот сейчас у нас будет в конце этого месяца вечеринка в стиле Гэтсби в бильярдном клубе. Нам предоставляют клуб, где нас научат играть в бильярд. Ну, и будет фуршет, общение, танцы, все это в стиле Гэтсби. А вот зачищу вот этот банкет, я не имею в виду только Гэтсби, а вообще вот откуда средства? Все-таки люди, которые пережили онкозаболевание, они изрядно поизмотаны в плане финансовом. Не только в плане здоровья, но еще и финансово. Вот здесь как обстоит дело? Да, мы стараемся, чтобы наши мероприятия были все бесплатные. Единственное, что мы можем по 50-100 рублей собрать с девчонок на букет, например, партнеру, или какой-то пряник с нашим логотипом, чтобы подарить нашим партнерам, которые нам подарили эмоции. А партнеры откуда? Откуда вы берете партнеров? Партнеры – это вот как раз-таки проект «Дари эмоции», проект, который объединяет добродушных партнеров, которые занимаются благотворительностью без перечисления денег, работая про БОНа. То есть профессиональная помощь ради общественного блага. «Дари эмоции» – это чей проект? Это тоже наш проект. Наш это кого? Это вот вас в Ростове-на-Дону, девочек? Я являюсь организатором этого проекта в том числе. Так «Дари эмоции» – откуда у «Дари эмоции» получается финансирование? Откуда? Это партнеры, которые работают на безвозмездной основе. То есть у «Дари эмоции» есть партнеры, которые работают на безвозмездной основе. А откуда они берутся? Кто эти замечательные люди? Ну, я и девушки, которые мне помогают, мы ищем этих партнеров. Это не только фотографы, визажисты, стилисты. Это типографии, это кейтеринговые компании, цветочные компании, которые нам на каждый день рождения наши девушки дарят цветы в рамках проекта «Цветочное настроение». То есть у нас есть один партнер именно в Ростове, который привозит цветы именинницам. Здорово как. Ну и в других городах также есть, там, в Таганроге, в Питере мы тоже доставляли букет девушке. То есть в вашем проекте, несмотря на то, что вы находитесь в Ростове-на-Дону, есть еще и из других регионов девочки? Да, мы объединяем многие города России. И также к нам присоединилась Прага и Вена. Из Праги Лена к нам приезжала уже два раза на мероприятие и вот еще раз планирует приехать. Плюс у нас, мы планируем там провести фотовыставку именно в Праге и хотим выехать туда нашей компанией и провести там уикенд. Сколько человек у вас в этом проекте? На данный момент более ста человек. Основное количество девушек – это Ростовская область и Краснодарский край. Дальше Оренбург идет по количеству группы. Все остальные города – это Орел, Самара, Питер – представлены девочками в количестве 1-2 человека. А в Праге, в Вене тоже по одной девушке. Ну, это начало. Это начало, да. Мы надеемся, что нас будет больше и мы сможем вместе радоваться и ловить эмоции. Ну, это вообще очень-очень-очень такой интересный проект. И я думаю, что после нашей программы наверняка появятся желающие, которые захотят присоединиться. Мы всегда рады. Потому что даже вот я сейчас слушаю, я знала, что есть этот проект. Но вот сейчас узнаю поглубже и понимаю ценность, глубину этого проекта. А самое главное – понимаю, что за этим стоит, какая кропотливая и усердная работа должна идти. Потому что привлечь партнеров в этот проект – тоже непростая задача. С чего у тебя начинается разговор и диалог с партнерами, которых ты хочешь привлечь? Самое интересное, Оль, эти партнеры сейчас сами уже пишут и предлагают нам провести мероприятие. То есть вы прогремели по Ростову так хорошо? Ну, видимо, да. Потому что вот только недавно мне позвонила девушка, которая занимается обучением шугарингу. И она говорит, я могу вам провести мастер-классы, научить девушек вообще рассказать, что это, как это. То есть провести обучение. Две недели назад написала, астролог тоже сказала, что… Причем они пишут уже готовое предложение. То есть у меня есть помещение на 10-12 человек, я могу сделать то-то, 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 продолжительность такая-то, такая-то. То есть они уже полностью дизайн мероприятия тебе присылают, тебе от этого отталкиваясь. Да. Рассматривают. Ну, думаю, что… Но наша еще задача состоит в том, чтобы не каждый партнер может понять, как он может нам помочь. Любой человек может помочь. Самое главное – рассказать нам, чем занимается этот партнер. И мы уже можем либо включить в какое-то масштабное мероприятие его, например, услугу, да, либо его там мастер-класс, либо его работу. Поэтому мы рады всем, кто пишет, и сами также обращаемся к партнерам. И в большинстве случаев соглашаются люди, 90%. 10% там могут написать, что, извините, мы не работаем бесплатно, там, мало. Но большая часть партнеров соглашаются и с удовольствием нам помогают. Причем они становятся нашими постоянными партнерами. Мы к ним обращаемся постоянно, и они даже готовы с нами ездить в другие города. Да, вот, например, у нас фотограф Мария, она поехала с нами в Таганрог на фотосессию с яхтами. То есть нам не пришлось в Таганроге искать фотографа, а мы взяли с собой нашего фотографа ростовского. Ну, потому что проект-то очень классный и очень привлекательный. И хочется быть частичкой этого проекта. Ну, вот мне реально, я сейчас только понимаю, то, что мы с тобой запланировали, вот как это важно, то, что для меня важно, то, что я поучаствую в таком проекте. Я уверена, что масштабы его будут, ну, через какое-то время грандиозные. Такой подход грамотный. А как пришла к этому проекту? Это ты же все организовываешь, правильно? Вот эти вот, ловлю эмоции и дари ему, дари эмоции. Это все твоя идея? Это моя идея, я начала. Но постепенно присоединялись и появлялись единомышленники. Без них никак. Потому что без них я бы не справилась. Да, я начала это. Но все то, что у нас уже произошло и какие мероприятия у нас были проведены, я бы одна не справилась с этим. А как подошла к этому проекту? С чего все началось? А, с чего все началось? Да. Ну, шла, подошла к нему, шла постепенно, не сразу начала даже задумываться об этом. Когда я проходила традиционное лечение, я поняла, что помимо лечения мне еще нужно добавить позитивный настрой, положительные эмоции, какие-то яркие моменты и отвлекаться от негативных мыслей, то есть наполнить свою жизнь, сделать ее более насыщенной. Я начала просматривать проекты, смотреть в интернете и познакомилась с проектом «Я люблю жизнь» Оксана Андреенко. Он меня очень зацепил, мне был по душе, я поняла, что именно это мне надо. Но поучаствовать именно в ее проекте я не смогла. Но организовать в январе 2019 года в Ростове мне удалось. Я собрала 10 девочек, партнеров, и 21 января у нас прошла фотосессия. После чего я, когда я услышала отзывы девушек, я увидела эмоции, эти улыбки, эту радость. И не только, кстати, девушек, но и партнеров, которые подходили и говорили, Ирина, спасибо, что ты нас пригласила. Мы переоценили свою жизнь, свои приоритеты. И поняли, что мы не над тем переживаем. И та проблема, которая у нас там сломался ноготь, это не проблема. Своего рода получился такой тренинг для партнеров. Да, оно так и происходит на мероприятиях. И после этого я подумала о том, что почему бы не продолжить. Понятно, что фотосессии каждый день ты наскучишь девочкам, и не каждый день их не проведешь. Но есть же другие варианты мероприятия и другие вещи, которые дарят положительные эмоции. Получился такой крутой клуб с одним интересом. Настрой позитивный на жизнь, да? Да. Здорово. Хорошо. А как ты узнала о своем диагнозе? Ведь ты переболела, справлялась с таким заболеванием, как рак молочной железы. Как ты узнала? Я узнала о своем диагнозе еще в 2017 году, в ноябре. В Ростове я прошла обследование. Мне сказали, что у меня рак. А почему пошла на обследование? У тебя что-то беспокоило? Ну, на самом деле история такая. Была еще предыстория. Я упала с самоката, ударилась грудью. Активная девушка. И после чего у меня фиброаденома, ну, я так переросла в злокачественную опухоль. Я почувствовала уплотнение. Ну, у меня была сначала гематома, а потом эта гематома не проходила. И я пошла в больницу, и, соответственно, пришла обследование. Мне сказали, что это злокачественная опухоль. После чего я забрала карточку и сбежала с больницы. Почему? Да, это со мной было. Я три месяца не обращалась к врачам. Ты знала, что у тебя рак. Да. И ты не... А почему? Потому что я его не приняла, потому что это было отрицание. Тут как раз тот этап, да, когда мы отрицали. Это не мой был анализ, и вообще это не мое. Я впервые с таким сталкиваюсь. Я слышала про отрицание. Есть проценты. Мне тоже врачи сказали, что ты входишь как раз в 5% людей, которые вообще отказываются от этого. Но, слава богу, что я поняла, что мне нужно еще раз обследоваться. Я вышла с карточкой из больницы. Города прошлась по больничным коридорам. Я шла минут 10, наверное. Дошла до машины, одела солнцезащитные очки и начала реветь. Вот, но... Это когда было? Это первый раз. То есть это первый раз, когда мне об этом сказали. И потом отрицание. И потом отрицание, да, я сказала только мужу, сестре и подруге об этом, больше никому. И обратилась к целителю. Да. И в течение трех месяцев я ездила в Ростовскую область, в гололед, в снегопад. На процедуры. Целитель тоже считала, что у меня нет рака. Но три человека, которые знали об этом, они мне постоянно говорили о том, что Ирина, давай-ка мы еще, ну, давай куда-нибудь поедем, еще раз прообследуемся. И я собрала... При этом боли, дискомфорт в груди оставался и... Нет, боли не было. У меня было просто уплотнение. Уплотнение. Да, помимо... То есть уплотнение никуда не уходило? Нет, она не уходила, даже используя капустные листы со свеклой и соду. Ничего мне не помогло. Вот это. Да, это я сейчас рассказываю. Я понимаю, что это очень неправильное поведение. Конечно. Я это сейчас рассказываю не для того, чтобы сказать, какая я глупышка, а для того, чтобы люди услышали и поняли, что не нужно тратить время на целителей, на соду. Нужно обязательно бежать на лечение традиционное. Как ты поняла, что ты точно пойдешь в врачу? Ну, где-то через два с половиной месяца я созрела. Я решила, что мне нужно еще поехать в другой город, в другую больницу для того, чтобы даже не стекла вести, а просто заново пройти обследование, даже не говорить, что мне уже поставлен диагноз. И я уверена, что я уверена была, что услышала, что у вас все хорошо, у вас там фиброденом или что там, я не знаю, просто какая-то проблема, но никак не рак. И я поехала в Москву, прошла обследование. На коширку сразу? На коширку, да. И когда мне уже там сказали, что у вас онкология, я спокойно это приняла и решила, что да, все, я лечусь. И начала лечение. Опять же, лечение у меня начиналось очень так интересно, потому что я съездила в Ростов-на-Дону, собрала чемодан, вычитала в интернете, что два варианта есть лечения, либо операция, либо химиотерапия, поэтому у меня оставалась еще консультация химиотерапевта, я собрала чемодан и приехала в Москву, то я захожу к химиотерапевту, такая, все, я готова, берите меня, делайте что-то, да, причем в этот момент я уже начала паниковать, мне каждый день для меня был дорого, как, как, у меня же рак, мне же надо быстрее, быстрее лечиться. И тут я захожу к химиотерапевту, это замечательный химиотерапевт Жукова Людмилы Григорьевны, которая на позитиве так со мной пообщалась и говорит, так, ну, я вам выписываю тамоксифен и золодекс. А какая стадия у тебя была, какую стадию тебе поставили? Ну, вообще третья. Третью стадию? Да. То есть это не инситу было? Ну, вообще писали, что инситу. Ну, в общем... В лимфоузлах ничего не было? Первоначально увидели, только на УЗИ увидели. Вот. И когда я приехала через три месяца, у меня уже не было. Это осталось было подозрение. К Жуковой приехала, и она назначила тебе гормонотерапию, правильно? Да, гормонотерапию. Я сижу, так бледнею, краснею, я не пойму, почему она меня... Она говорит, езжайте домой, делайте укол, пейте таблетки, через три месяца приедете. Мы понаблюдаем, посмотрим, какая динамика. Потом еще на три месяца, если все пойдет хорошо. Я сижу... Отрежьте мне скорее. Да, я не ухожу, я говорю, подождите, какие таблетки? Рак таблетками лечить? Почему вы меня не хотите брать на лечение? Почему вы меня не хотите резать? Почему вы мне не хотите химию делать? Я ее так вымесила, что она мне говорит, так, хочешь химию делать? Иди, делай. Вот, когда она мне это сказала, я такая, нет, подождите, ну, хорошо, давайте, что мне там нужно, что нужно сделать? Вот, ну, и поехала домой. Но ты не покупала, ты по ОМС, прям, можно же по ОМС лечиться. Да, да, можно по ОМС, но первые уколы таблетки... Пришлось купить. Да, купила, чтобы не затягивать с документами и так далее. Вот, и уехала домой. Но я же опять начала паниковать, почему меня все-таки посадили на таблетки. Ну, нигде. Я просмотрела весь интернет, ну, не нашла я такого протокола. Я не нашла людей, которые лечатся вот таким образом, то есть на гормонотерапии в первую очередь. Обычно ее, я прочитала, что обычно гормонотерапию в конце назначают. Я начала добавляться во все группы взаимопомощи, фонды, искала людей, которые с этим столкнулись. Слава Богу, нашла Яну, с которой мы потом параллельно вот... Да, Яну я знаю очень хорошо. Да, и вот мы с ней, как раз она тоже проходила такое же лечение, и мне было уже легче. Но в течение месяца после того, как мне назначили гормонотерапию, я знаете, чем занималась? Я ездила по разным городам и собирала еще мнения других врачей. Я поехала в Питер, я поехала в Обнинск, я последним городом, это был Оренбург, мой родной город, где работает мой знакомый химиотерапевт. И вот, когда я к нему пришла, рассказала всю историю, рассказала, кто химиотерапевт. И вот, представляешь, он мне таблетки просто выписал. Он смотрит на меня и говорит, Ирина, успокойся. Достает книги и говорит, ты смотри, видишь, кто автор? Я читаю Жукова Людмилы Григорьевны. Моя, мой химиотерапевт, да. Вот, ты понимаешь, что мы живем, мы работаем по ее книгам. Ты представляешь, какого уровня у тебя врач? Когда он мне это сказал, я тогда задумалась. Он говорит, поэтому хватит лазить в интернете, займись собой, расслабься, доверься врачу и спокойно проходи гормонотерапию. А дальше посмотрим. Потом у тебя была операция? Потом у меня пошла положительная динамика, в три раза она уменьшилась у меня. Опухоль уменьшилась. Да, у меня уже не увидели метастазов. И предложили сделать через шесть месяцев операцию. Я, как всегда, отлечилась. Говорю, а точно операцию надо? Может быть, еще какое-то время можно на гормонотерапии посидеть? Вдруг она у меня полностью рассосется? Мне врачи говорят, да, она может рассосаться, но мы переживаем, что вы потом к нам не придете, как многие другие пациенты это делают, и потом возвращаются с рецидивом. Поэтому, ну, как бы вы, конечно, это ваш выбор, но мы рекомендуем вам сделать операцию. Говорю, ну, давайте еще три месяца, я все-таки попью таблеточки, я обязательно к вам вернусь на операцию. Вот, ну, и где-то через два-три дня после этого, как мы договорились, что я еще три месяца пью, я все-таки решила не откладывать и сделать операцию. Мне сделали операцию, да. Ты реконструкцию еще не делала, получается? Тебе она предстоит, да? Да, я в декабре этого года планирую сделать реконструкцию. Ну, и тогда можно сказать, вот, теперь... А сейчас какое-то лечение у тебя есть? Ну, во-первых, после операции у меня была еще лучевая терапия, то есть лечение у меня где-то весь 2018 год проходило. На данный момент я тоже прохожу лечение в виде гормонотерапии, и где-то в течение четырех лет еще я буду на такой терапии находиться. Что было самым трудным в лечении? Наверное, принятие диагноза. И, ну, я уже рассказывала, да, о том, что мне это так тяжело далось это принять вообще и начать лечиться. Но, помимо этого, я не могла и рассказывать другим, то есть знали только три человека, и постепенно, постепенно я начала раскрываться. И я думаю, что это даже благодаря тому, что я завела страницу в Инстаграм, да, Рак Победим РНД, где я писала историю свою. Я не использовала свои фотографии, я брала картинки и под картинками писала историю, там, как началось, как, ну, в общем, все свои ощущения. И это было для меня таким психологическим, да, упражнением, когда я писала, плакала, прочитала, опять плакала. Вот на данный момент, прочитывая свою историю, я только улыбаюсь. То есть я уже не плачу, все. Я прошла, преодолела. Преодолела, да, я прожила их несколько раз. Это просто опыт, все. Да. Это просто жизненный опыт. И даже я к тому, что можно так делать девушкам, которые, ну, это очень помогает, когда ты пишешь историю, да, а если ты еще это открыто пишешь, да, в соцсетях, читая другие люди, то очень эффективно. Поддержка в то же время, да, ты понимаешь, что ты не одна, что люди читают тебя, понимают. Пишут, комментируют, поддерживают, да, да, да. И, кстати, вот стопроцентным принятием было тогда, когда я выложила свою фотографию первую. Сначала я же картинки выкладывала и писала, а затем я выкладывала, как бы, себя селфи без лица. И вот когда я выложила свою фотографию, вот, смотрите, это я, даже некоторые девочки, с которыми я была знакома, О, так это ты, оказывается, была, то есть, ну, все, я показала, что это моя история. Тебя знали, но все равно кто-то читал, тебя знали, читали твой инстаграм и не знали, что это ты. Не знали, что это я, да, у меня там название у-ла-ла было написано, то есть, я там скрывалась. Вот это вот штирались. Скрывалась даже, да. Штирались. Ну, на данный момент я открыто об этом говорю, я открыто новыми с партнерами общаюсь. Но теперь уже с таким проектом, конечно, как. Да. И наблюдаю, кстати, за реакцией. У нас же еще основная цель какая? Разведи стереотипы в обществе о том, как должен выглядеть детенковоздоравливающий человек. Ну да, всех представляют скапельницы, круги под глазами. Бледные, худые, неухоженные. На колясочке желательно. И когда ты разговариваешь, у меня был такой случай, я пришла в один ресторан поговорить о том, чтобы они нам выделили место для проведения мастер-класса. И вот, значит, администратор выходит, я ему объясняю ситуацию, но я забыла уточнить, что я тоже прошла через это. И он мне говорит, ой, да, наверное, нет, мы вам откажем, потому что у нас такое семейное заведение, развлекательное, а тут придут такие. И я такой, какие такие? Ну, такие, ну, вы же сами знаете, как выглядят больные люди. Я говорю, там, Александр, я тоже прошла через онкологию, я похожа на какого-то не такого. Я как-то вот сижу, пью кофе в вашем заведении, я как-то порчу, там, репутацию в вашем заведении. Он сидит у него, я ему говорю, говорю, он у него такие глаза расширились. Говорит, да, вы тоже, вы тоже болели? Я говорю, да, я вылечилась, представляете. Да вы что, ну, хорошо, хорошо, давайте тогда. И все, да, добро на проведение мероприятия. Таких, наверное, удивленных лиц приходилось видеть немало, и еще немало придется увидеть, потому что, можно сказать, в начале пути того, чтобы поменять вот стереотип мышления. Мы сейчас находим все онкосообщества в начале пути изменения стереотипа мышления относительно нас самих. Да, да, это очень важно, потому что до сих пор многие считают, что это смертельно опасное заболевание, что... Ну, на самом деле, если не лечить, то так оно и происходит. Скажи мне, пожалуйста, а вот твой диагноз рак молочной железы, он повлиял на твою жизнь? Вот сильно он тебя поменял? Да, поменял. У меня поменялся список моих приоритетов. Если раньше в первом списке была работа, потом семья, потом только я, и больше ничего, потому что у меня просто не было времени заниматься чем-то другим, потому что работа у меня занимала намного больше времени. Чем ты занимаешься сейчас? Я в международной компании работаю, где для меня важен был карьерный рост, и для меня год-полтора, одна позиция, этого достаточно. Для меня уже было стыдно, если это я задерживаюсь на ней. То есть надо было постоянно идти вверх, вверх, вверх. Ну, там, в международных компаниях там есть и горизонтальное развитие, и вертикальное, в общем, там разные варианты, но самое главное – не сидеть на одной позиции. И я перед диагнозом поставила себе цель за год освоить позицию. Я работала, выезжала в семь, возвращалась в одиннадцать вечера. То есть я очень много уделяла внимания. То есть приоритеты, вот это перестало быть важным приоритетом работы. А что же сейчас важно? Теперь я любимая на первом месте. Семья, работа. И работа уже, конечно, не в таком качестве, да, как я раньше вот бежала, куда-то торопилась, мне нужно было все успеть. Теперь у меня появилось еще свободное время на благотворительность, на добрые дела, да, которые сейчас в виде проекта «Ловлю эмоции» реализовываем. И это мое хобби теперь. Ирина, какие планы на жизнь? Жить долго и счастливо. Хочу много путешествовать, хочу развивать движение «Ловлю эмоции». Подари эмоции тоже. Дари эмоции, да. И наслаждаться жизнью. А вот развивать конечная точка, она какая? Ну, допустим, не конечная, а то, к чему ты стремишься. Вот в этом проекте «Ловлю эмоции». Что ты понимаешь под развитием? Ну, на самом деле, например, план мероприятия у нас уже на два месяца расписан. Я представляю, то есть у меня есть видение, как может развиваться это движение, и как оно может выглядеть через год, через два, через пять лет. Но я не строю каких-то для себя там ожиданий больших, да? То есть почему? Потому что… Чтобы не разочаровываться. Чтобы не разочаровываться, да, Оль. И поэтому я наслаждаюсь тем, что происходит вот здесь и сейчас. Если это будет идти по моему плану, да, как я хочу, как я вижу это, то будет круто. Если что-то не получится или, например, у меня пропадет желание, интерес этим заниматься, да, никто же от этого не застрахован. Ну, придут другие люди, мне кажется, такой проект не может упасть. Да, ну, это точно, да. Просто я к тому, что вот сама лично, какие у меня планы. То есть будет все хорошо, будет идти по плану, но я думаю, что движение будет расти. То есть рост движения ты видишь в количестве человек или там уже какая-то крупная организация зарегистрированная на государственном уровне? Может быть, какие-то программы государственные? Ну, есть такие задумки, но я не могу сказать точно, когда это я реализую. Ну, как бы это не основное. Основное путешествие. Путешествие, да, причем с девушками, с которыми нас объединила одна ситуация. Мы уже сейчас и в Таганрог съездили, и в Краснодар у нас открытие филиала было, то есть уикенды проводим. Поэтому я думаю, что еще много будет у нас поездок и с семьей, и с девушками, которые столкнулись с онкологией. Ну, у нас традиционное пожелание в конце нашей программы. Мы всегда задаем вопрос, а что пожелаешь нашим зрителям, вот пройдя свой сложный путь и создав такой прекрасный проект, что можешь сказать нашим зрительницам? Для себя сделала некоторые выводы, хотела поделиться со зрителями, что в первую очередь нужно любить себя. Нужно внимательно относиться к своему здоровью, своевременно проходить диагностику. Потому что все мы знаем, что на ранних стадиях лечение проходит намного эффективнее и быстрее. Это во-первых, да. А во-вторых, нужно, ну, даже если вы столкнулись с онкологией, знаете, что жизнь на этом не заканчивается, жизнь становится еще интереснее, насыщеннее, ярче. Нужно обязательно найти своего врача, обязательно начать как можно раньше традиционное лечение и добавить позитивного настроя, положительных эмоций и желания жить. Ну, и, конечно же, нужно визуализировать далекое будущее, и тогда все будет хорошо. Прекрасное пожелание. Спасибо. Ну, это просто потрясающий рассказ был. Самое главное, напомнить тоже нашим зрительницам, чтобы ни в коем случае не думали ни о каких капустных листах и соде тоже. Вот, что ж, дорогие друзья, смотрите, какой яркий проект придумала Ирина. Я даже для себя очень много почерпнула, и хочется делиться опытом с Ириной. Вот, ну, на меня произвел впечатление, и хочется пойти по ее стопам, потому что очень креативный подход и достаточно интересный. Я думаю, что Ирина вдохновила многих сделать что-то подобное и примкнуть к их движению. А мы с Ириной запланировали проект фотосессии в стиле донских казачек. Так что реализуем это в ближайшем будущем. Спасибо большое, что были с нами. Помните о своем здоровье, о здоровье своих близких. И следите за нашими следующими выпусками. Ольга, я еще хотела добавить. Мне очень приятно было, когда ты пригласила меня на такую замечательную передачу. Спасибо огромное. Спасибо, что приехала. Тебе и команде, Алене и Андрею. Спасибо вам. Спасибо, что приехала. Это очень такое, ну, очень ярко все получилось. Спасибо. Спасибо вам.